канал каёжный обитель приветствует вас меня сейчас донимают как идет процесс с бубном вот он потихоньку процесс двигается я оплел здесь ровненько лишнее срезал убрал и вот двойной спиралью как в днк оплел и он у меня мерзнет вымерзает он вымерзает и потихоньку сохнет я иногда его заношу и вижу что он сохнет и мягкий становится если я его буду около печки сушить он будет эта кожа станет как стекло будет ломкая может потом лопнуть поэтому кто-то меня подторапливает когда дядя коль когда время надо это не блох ловить а бубен делать чай у меня колен колен подарок там много разного разных чаев и я пью мне нравится нам такое разнообразие ну вот про бубен я вам рассказал потом я буду делать колотушку и все это вам буду показывать ну а пока я сейчас расскажу вам рассказ я уже кажется вам рассказывал как на меня чуть не сел гухарь на море он думал что я пень и вот два раза меня атаковал ястреб это оба раза было когда собаки уходили за сахатом вот я один рассказ я зачитаю переваливаю шук жара на юхту по следам на снегу вижу что мои собаки сорвались лёжки сахатого и ушли за ним по седловине поднимаясь до вершины останавливаюсь послушать не раздастся ли лай прислоняюсь плечом к стволу лиственницы и замираю в чутком ожидании тишина даю дыхание успокоиться и снова слушаю поворачиваю голову в разные стороны вроде показалось что где-то лают опять кручу головой чтобы уловить хотя бы намек на лай и определить направление вдруг сзади над головой какой-то шум резко оборачиваюсь и вскрикиваю от неожиданности выставив когтистые лапы на меня в атаку резко снижается ястреб хорошо вижу желтые глаза и клюв хищной птицы резко замахиваю руками и широко распахнутые крылья как опахало замельтешили перед моим лицом птица делает резкий разворот и улетает напуганная неожиданным отпором а через несколько минут появляются и собаки которые начали уже разыскивать меня при их виде окончательно успокаиваюсь и начинаю спускаться с перевала на юхту за кого они меня за кого меня принял этот ястреб на мне была собачья шапка она была такая рыжая и я вот когда вертел головой видать этот ястреб принял эту шапку за какого-то зверька за соболь или за кого он там и он меня вот прям перед лицом и второй раз так же было точно так же я прислонился и точно так же крутил головой оба оба раза вот ястреб меня атаковал вот такая маленькая вам история а сегодня пока всего вам доброго удачи радости здоровья творчества гармонии самим собой и с окружающим миром